Да, уже мы, Игорь Владимирович, коллегия. Спасибо, коллегия. Он немножечко не звучит, этот вопрос, но, я так, как я понимаю, что он очень важный для того, чтобы нам минимизировать все контакты, о которых мы постоянно говорим. Соседние регионы Удмуртия, и Мариел, и Татарстан, и Кострома, и Вологда закрыли, не разрешили, будем правильно так говорить, юридически не разрешили, охоту вчера разрешила Нижегородская область. Если мы никаких действий не примем по разрешению, она автоматически откроется. К нам хлынет поток людей из других регионов. Это я просто уже здесь, не как гражданин, как член штаба, я просто немножечко охотой занимаюсь, я знаю это передвижение, эти потоки людские, и к нам грянет этот гром. Значит, второй вопрос, что внутри охотники собираются, это люди не с одного предприятия, люди, будем говорить, разной дислокации, разных работ, где кто работает, они собираются в одном месте. И нам на селе, я, конечно, в первую очередь, и за все благосостояние, но и не могу о продовольственной безопасности, потому что, не дай бог, в село, а это все равно село, это сельская местность, приедут люди и перевезут с собой это заболевание, это все карантин, это ферма, коров на мясокомбинат. И я говорю об этом, ну, может быть, с таким настроением, потому что больше, если коров увезли на мясокомбинат, больше не восстановить. То есть, это наша продовольственная безопасность. По-разному охотники к этому охотятся. Конечно, дома все засиделись, хочется на природу вырваться, конечно, хочется, а кому не хочется, там, дома гулять к балкону. А здесь мы все-таки должны все понимать, пережить нам надо это. Спасибо, я это хотел обратить внимание. Значит, я так понимаю, что Алексей Алексеевич хочет заострить внимание штаба на следующем вопросе. В разгар, в том числе, весенних полевых работ, у нас значительную долю в экономике региона занимает сельское хозяйство, оно благополучно сейчас функционирует. Мы должны предпринять все меры, да, Елизавета Кадин, я тоже ваше мнение послушаю, что вот такую миграцию стихийную, так сказать, почти неконтролируемую, да, ее, наверное, не нужно допускать сейчас именно в районы. Вот просто ваше мнение, поскольку все случаи завезенные, все области вокруг закрыли, и к нам может пойти вот этот неконтролируемый поток, который, конечно, не в Киров приедет, а приедет в районы. И не удастся избежать того, чтобы эти люди оказались и в районных центрах, так сказать, и, соответственно, сопутствующие всему этому мероприятию. Ведерацию, конечно, так сказать, не надо. Ну, если можно, чтобы это вот прозвучало сейчас, как бы, что, как в виде, я не знаю, так сказать, это тоже массовое скопление, так сказать, людей, и нужно внимательно контролировать, но пока запретительные меры являются предпочтительными в этой ситуации. Ну, конечно, миграцию из других регионов, особенно там, где еще и немало тоже случаев, коронавирусной инфекции этого допускать ни в коем случае нельзя. Это, я думаю, каждый здесь понимает. Хорошо, спасибо. Ну, на этом, значит, я что хочу сказать, несколько слов перед тем, как завершить работу штаба. Мы сегодня подняли несколько очень важных вопросов. Мы уже сейчас в рабочем порядке, так сказать, обсудим то, как мониторинг ситуации показывает нам, как повлияло открытие, скажем, отдельных, так сказать, предприятий на распространение. Какие меры могли бы быть ужесточены, какие меры могли бы быть, несколько приоткрыть, так сказать, ситуацию. И обязательно в постановлении, так сказать, правительства мы все это дело отразим. Сегодня мы несколько важных тем приняли, что в любом случае, ни в коем случае, не закрывая связи, так сказать, миграцию регионами, нужно внимательно относиться к тому, кто прибывает в регион. Также внимательно к этому нужно относиться работодателям и в случае возникновения малейшей, так сказать, угрозы предпринимать меры по предотвращению распространения по самоизоляции. Дальше, что хочу сказать, что мы все с вами должны действовать в условиях жесткого следования рекомендациям специалистов Роспотребнадзора, которые соответствуют текущей эпидемиологической ситуации, текущим угрозам и принимать сейчас все меры для того, чтобы ситуацию стабилизировать, не уронив при этом, так сказать, экономических связей и возможностей людям, в том числе и жить и работать в этих условиях. Все это внимательно проанализируем и соответствующие решения будут приняты. В том числе по поводу, так сказать, открытия или, как вы выразились, так сказать, ну не закрытия, а приостановки, скажем так, а хоть ничего сезона до мониторинга и показаний того, что может быть, учитывая то, что происходит в соседних, так сказать, регионах. Мы примем, я думаю, что единственное возможное, может быть, и достаточно жесткое, так сказать, решение. И об этом доведем в постановлении правительства. Спасибо. Добрый день, Александр Викторович. Здравствуйте. Как известно, вы сейчас направляетесь к губернатору? Совершенно верно. Как вы считаете, что послучило причиной того, что губернатор решил встретиться с представителями охотничьей общественности? Ну, во-первых, это все-таки стравомыслие и профессионализм нашей власти. Ну и значительную роль, конечно же, здесь сыграла социальная активность наших охотников. Охотники много писали и президенту, и губернатору, обращались с видеообращениями, были одиночные пикеты на балконах. Ну и, наверное, ключевую роль, одну из ключевых ролей в этой социальной активности сыграл организованный 24 апреля автопробег по городу Кирову, знак протеста против закрытия весенней охоты. Другой пробег планировался на следующий день, но губернатор назначил встречу с охотничьей общественностью, с тремя представителями от этой многотысячной социальной группы нашего региона. И посмотрим, каковы будут результаты, но мы очень надеемся на то, что они будут положительные и оптимальные для области, для региона и для нашего имиджа. В российском государстве. Как, по вашему мнению, губернатор услышит охотников Кировской области? Мы надеемся на профессионализм губернатора, на компетенцию его советников, и на то, что все будет хорошо и охотники смогут насладиться весенним праздником, праздником открытия весенней охоты. Спасибо. Вам всего доброго, а нам пора. Не мы запрещаем, а обстановка запрещает. Санитарные врачи запрещают. Огромная просьба, так сказать, просто учитывать в том числе особенности экономические и территориальные. Наш ближайший сосед практически не имеет сельхозпредприятия на своей территории. Мы с вами имеем сельхозпредприятия в большом количестве. Плотность населения нами и Коми различается в десятки раз. В десятки раз. Дальше. Охота в Коми, про которую вы говорите, мы прекрасно знаем, о чем идет речь. На Боровой птицудник запрещена в этом году. Исключительно на Перелетную, которая кроется далеко за майскими праздниками. Если вы думаете, что мы как-то не следим за ситуацией, прекрасно за ней следим. Дальше. У нас очень многие предприятия не имеют возможности работать сейчас в силу введения в стране режима повышенной готовности. По распоряжению президента Российской Федерации. У нас введены ограничения на массовый сбор людей. У нас на Пасху люди, послушавшись призыва патриарха, не пошли в церковь. Это великий праздник для православных людей. Смертью, смертью по праву. И практически 100% населения восприняли этот призыв адекватно. Жизнь, здоровье людей – это первое, о чем мы должны заботиться. Дальше все южные районы Кировской области, я сейчас передам слово Белорусовой и Курдюму Дмитрию Александровичу. Это расположено большинство сельхозпредприятий. Большинство сельхозпредприятий. На сегодняшний день распространение новой инфекции, к сожалению, идет именно в этих районах. Если учитывать, как уже было сказано, что кругом охота закрыта и, возможно, охотники из других регионов захотят приехать к нам, эта миграция, она недопустима просто, потому как вокруг нас тоже регионы и тоже с неблагополучной занапитой обстановкой. Там также катастрофически растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Я думаю, если мы сейчас все это не поймем, то, извините, ситуация может быть значительно серьезней. Мы говорим не о промысловой охоте, мы говорим не о выживании охотников, мы говорим о хобби, которым люди привыкли заниматься. А я вам говорю о том, что на чаше весов стоит, когда откроется экономика, и сколько людей заразятся и, возможно, погибнут в этой пандемии. Есть небольшая разница? Вы можете приводить аргументы о том, почему работают сельхозпредприятия, потому что людям надо есть что-то. И важно обеспечить безопасную работу этих предприятий. Продовольственные магазины открыты потому, что люди так устроены, что им каждый день нужно что-то есть. А введенный режим самоизоляции мы даже волонтеров и социальную службу направляем на то, чтобы они доставляли продукты домой. Напомню вам. И больше 10 тысяч продуктовых наборов мы доставляем бесплатно людям, чтобы они не выходили из домов исключительно. Вот эта логика вам ясна или вы не понимаете, почему открыты продовольственные магазины? Весенний охот – это благополучие охот хозяйства и охот общества. Вот давайте вот эту ситуацию мы с вами будем обсуждать отдельно, если у вас есть желание об этом говорить. Вам сейчас только что главный санитарный врач Кировской области, первый заместитель председателя правительства, руководитель здравоохранения Кировской области, рассказал о той ситуации, которая складывается сейчас. Я с великим удовольствием буду выступать за охотничьи хозяйства, когда закончится пандемия. Когда отойдет угроза, в том числе сельхозпредприятиям Кировской области, из-за возможного заноса инфекций. Некому будет работать. В больничках все будут лежать. Из-за того, что мы с вами, так сказать, примем неверное решение. На сегодняшний день у нас темпы прироста достаточно высокие, которые не позволяют нам говорить о том, что мы в том числе и эту сферу можем теоретически открыть. Об этом вам только что сказал главный санитарный врач и руководитель здравоохранения. Вопрос поддержки некоммерческих организаций, которые осуществляют... Вот об этом, коллеги, вот смотрите. Я очень хотела, чтобы этот вопрос все-таки... Вот давайте вот об этом, вот об этом. Что мы можем сделать у себя в регионе? Каким образом мы можем продать от правительства Российской области? Вот смотрите, так это другой вопрос. Решение изменено не будет. Это первое. Второе. Если есть желание говорить о экономике процесса, о возможных мерах поддержки, о распространении мер поддержки, которые есть на федерации в области, о признании отрасли пострадавшей, о том, какие механизмы могли бы быть задействованы, это совершенно другой вопрос. А здесь я бы прекратил, честно говоря, дискуссию, потому что есть решение главного санитарного врача, есть решение Минздрава, есть решение штаба по Кировской области. Обсуждать здесь нечего. Спасибо. Спасибо.